Готовы? Вот так вот и развивается постепенно у нас шизофрения. Два разных человека. Один спасает землю, другой смотрит Warcraft. Это, для тех, кто смотрит в записи, финал Smile Cup номер 2. Турнир, в котором принимает участие 16 игроков. И по уже доброй традиции, среди этих 16 игроков затесался Фоги. По сути, единственный представитель неазиатов, который не гнушается играть на мега-некомфортном пинге в 250. Но, к сожалению, в отличие от прошлого турнира, где он вошел в четверку, Фогич проиграл вчера тому же самому Ла Лайту. Взяв при этом первую карту, хорошо, но потом... Короче, есть записи на ютубе, можно посмотреть. За Фогича очень сложно болеть, потому что он может, ну, так вот нестабильно играть. Хотя уровень игры, безусловно, у него очень высокий, потому что, ну, по сути, повторюсь, он единственный, кто даже на таком пинге выступает лучше, чем большая часть корейцев, принимающих участие на турнире, и китайцев, естественно, тоже. В общем, сейчас мы с вами смотрим матч Лина против Ла Лайта. Это самый, что ни на есть, финал. Победитель становится чемпионом, там получает, не знаю, там 7-8 тысяч баксов. Скорее всего, половину призового фонда традиционно. И, несмотря на всю мою симпатию к Альфан, болеть здесь за Ла Лайта будет тяжело, потому что, во-первых, он играет через козла, во-вторых, Лин его должен уничтожить. Наверное. 6 тысяч 200 баксов, говорит Джоким. А, надо еще камеру включить, подождите. Бах. О, все, так лучше. Жара, да, Жень какая? Капец. Кандей работает на все, все равно жара. Так. Вард стоит козловский. Очень полезный, кстати, вард. Не дающий вообще Блэйдмастеру нормально. Хотя вот здесь он может в виндвок уйти. Пытался сделать вид, что добивает этого Мурлока, но Блэйдмастер не повелся. С детства за Лина. Но Лин это тоже легендарный игрок. По сути, это же, по статистике, самый сильный орк в мире. То есть, при всем уважении к Группстеру, Лин выиграл больше. Ну, он играл, конечно, больше, но и выигрывал больше. Экшн-приз говорит, плюс 22 в комнате без кандиев и вентиляторов. Ну, интересно, что на улице. Пытался избавиться от варда. Не успел. А, зачем поставил новый? Да. Как в дотке Девардинг идет. А в какой команде был Лин Мамору... Мамору Абер? Арчер, я не помню. Расскажи. Ты так задаешь вопрос, как будто знаешь на него ответ. О, это сразу протектор. А, Кипр стоял, видели, прям на этом. Стоял на варде козел, специально, чтобы его не убивали. Не успевает убить. Не успевает убить. Не, было видно, что не успевает убить. Воскрес, здравствуй. Такой ранний протектор довольно большая редкость в этом мэтчапе. Обычно его потом достраивают. И этот протектор, он стоит, во-первых, серьезных денег. И при этом... При этом орк спокойнее ставит базу, получается. Вирус Бэйден говорит, привет, чатик мое почтение. Понравился этот новый смайлик, да, с Доги, с мастером? Зато надежность. Да, зато надежность. Зато надежность. Тут не поспоришь. На мэйне у нас все равно Мунвейла плюс магазин. Ну вот что будет, если орк поставит базу и догоняющую, стандартную? Эльфу будет ее крайне сложно пробрить. А он так и делает, похоже. На юге, наверное, жарко плюс 30, но, видимо, мы привыкшие, пока даже канди не включаем. Ну, у нас не то чтобы юг. Скорее, центральная Россия все еще. Но у нас... Да и в Москве тоже как бы 35-37. Вчера-позавчера было, по крайней мере, сейчас не знаю сколько. Сегодня у нас даже дождь был ночью. Очень битый Блэйд. Кстати, подпросветка. А как он уходить вообще собрался? О, прикопка, минус Блэйд! О, и лечение! Ой, вы видели, какое лечение? У лечения есть минус. Мне кажется, это недоработка Близзов, аниматоров. Аниматор, говоришь сразу, какой-то чувак в костюме всплывает, в костюме бобра почему-то. Смысл в том, что лечение по анимации показывается в одно время, а срабатывает в другое, позже срабатывает. И, ну, очень часто такое было, что СХ лечит, уже вроде все прилетело, уже даже время прошло, а ХП восстанавливается позже. Нет этому объяснению вообще никакого. Ну, кроме кривого, кривой настройки анимации. В большинстве случаев, ну, все совпадает. То есть, анимация совпадает с эффектом. Любой предмет возьмите. Койл совпадает, молоток совпадает, лечение паладина совпадает, да все что угодно совпадает. Или все-таки есть какие-то еще заклинания. Кто-нибудь может вспомнить заклинания, которые тоже с дилем идут. Ну, то есть, прилетает в одно время, а эффект в другое. А, моноберн может быть. Моноберн наносит чуть позже урон, чем выжигает ману. Кажется так. Или анимация раньше, чем эффект. Да, моноберн не совпадает, да, нагибатор прав. Может быть, что-то еще. Но, на мой взгляд, это недоработки, там кто-то накосячил, и все. То есть, этому какого-то логического объяснения сложно придумать, потому что, ну, они ничем не отличаются, эти анимации, от других. Ну, я имею виду не в визуальном составе, ну, по принципу не отличаются. И непонятно, почему там 98% работают так, а 2% работают. Чайник может тоже иногда. Чайник, да, раньше-то точно. Может быть, его, кстати, пофиксили, но чайник чуть с дилем. Чайник, лечение от Сухиим нужно проглотить, пока дойдет. Идет под пуш сейчас на главную базу. Ну, вообще, у Ла-Ла эта ситуация хорошая, потому что Блэйда убил и разок отменил базу. Ну, сейчас идет атака, но это скорее атака по привычке для того, чтобы дать время, чтобы эльф вышел из лимита, чтобы был апкип, чтобы дать время своему экспанду. А эльф не выходит, кстати, из апкипа. Не ведется, молодец, делает просто грейды, очень грамотно реагирует Ла-Ла-Лайт. Молодец. Ну, потому что это фейк, это не настоящая атака. В этой атаке совсем другие задачи. Не убить, а задержать. Мне было бы так задумано, как раз на пути по подухолу. Ну, таких, ну, это, не знаю, уж притянуто. Ой, тут у меня три Сандры Михайловны. Под ногами. Главное, я пытаюсь от Пэта, а она меня царапать начинает. Триса, Триса, Триса. Отцепись, отцепись. Такая еще недовольная, типа. Опять лапый. Мам, нейтрализуй кота. Слышь? Я не знаю, куда ноги сдевать мой охотник. Блэйд пытался что-то сделать, но сразу прикопка. СХ третий. Уже. Но зато у эльфа все по плану вообще идет. Он молодец. Он, видите, не выходит раньше. Я не удивлюсь, если у него Т3 уже делается у эльфа. И он собирается с каким-нибудь хитрым таймингом, с высокими тех... Ааа, нет, идет атака. Ну а атака это такая тоже в надежде на размен ТП на ТП. Супер Крейзи, Фокс, привет. Челлинг Кинфикс, динамичные технологии молнии, скажем так, видно в редакторе. Поэтому... Аааа... Кстати, да. Верное замечание. Ну типа механика молнии. Типа сначала вз-вз-вз-вз вот так вот. То есть анимация заканчивается не сразу. Ааа, может быть эффект по окончанию анимации. А молния типа долгая по анимации. Да, вот это, наверное, хорошее объяснение, логичное. Блэдмастер очень... Ну у него камень жизни есть. Он выжирает его. Но там такой лайтник щилд идет. У-у-у-у. Красиво. Но Блэдмастер не уходит здесь. Минус Блэд. Свиток лечения очень хороший вовремя. Но отсюда надо эльфу валить. Или нет. Или хорошая позиция для арчей. К ним сложно зайти. Падает Гранд. Минус две арчи. Как же Алхимик залечивает. Вы посмотрите. Все просто в куче. Хантрески в хайде. Не дают пройти Гранд там. Просветку вынужден делать лин. Красивые бои. Но заканчивается мана. Заканчивается здоровье. Кот убегает. Алхимик без маны уже. Хантреска снова прячется снизу. Смотрите. И арчи расстреливают почти без. И Алхимик накопил. Ооо. Как же. Очень грамотная позиция от Лалайта. Вообще. И зажал. Поджал Гранд Ас снизу. Ай. Только Лайтник Щелд на Гранте. С ним ничего не сделать. Вынужден фокусить и выходить из инвиза. Позиционно отыграл здесь Лалайта. Просто как. Надо телепортироваться, чтобы Алхимика не потерять. Да. Передает. И минус 2 Гранта под конец. И у Лалайта при этом было 50 лимита. И 1300 голды на руках. Это такая безумно грамотная атака от него. Которая была призвана не убить, но учитывая какую позицию он там классную занял. Очень круто. Саха 4,5. Но это не такие большие проблемы. Проблема в том, что Блэйдмайстер второй. Два светка лечения покупает. Привет, Лоису. Здравствуй, здравствуй. Добро пожаловать на стрим. У нас сегодня комбинированные трансляции. Поиграли немножко в XCOM. Начали новый последний победный трай. Сейчас переключились на финал Смайлкапа второго, на котором Фогич, к сожалению, уже отыграл. Я надеялся его увидеть, как в прошлый раз в полуфинале. Он в полуфинале на Смайлкапе, кажется, был. Вот. Да, здесь Т3 уже, смотрите. Просто там меткость торчит с двумя-тремя грейдами на атаку и... 2-2. Меткости нет. У орка 60. Как же сейчас будут отлетать все орковские юниты? А торчей когда сделается меткость? Их, во-первых, миллион. Во-вторых, два грейда на атаку. Да, Патма, меткость уже готова, вижу 22-28. Весь Пов только не забыть с собой взять, и все, и через атаку выигрывается. А ты не мог бы таймер в XCOM не сбрасывать до рестарта победного трая? Это сложно понять, в какой момент победного трая смотришь. Могу. Лолита, походу, думает, что первая миссия за эльфов Рока, сколько арчей делать. Да, да. Помни эту миссию. Пытается отвлечь сейчас... Ой, Лин понимает, что он уже сильно позади по технологиям. Минус кодой, минус шаман. Весь Пов выводит правильно. Только, правда, шаманы спасаются грамотно. Дошел, дошел, дошел. Диспл, 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 давай. Там три... Ну, ну. Хороший диспл. Шаманы почти все пустые. Арчи, Патма... Ну, Патму здесь хрен убьешь, на самом деле. Ну, потому что бутылки, Став в том же магазине, Мануэлла рядышком. Это ошибка, Патму здесь брать. Сейчас Став купит и телепортирует спокойно ее. Капец, это так неправильно делать. И Лин допустил такую ошибку. Представляете, на Патму купился. Понятно, что у нее там 550 хп, у нее тигр полосатый, хочется замочить, но... Но все это время, пока он бил Патму, а у нее, между прочим, там четверка брони. И, ну, было понятно, что ты не сможешь убить под магазином, под Мунвеллом, когда рядом еще герои, которые там лечить могут, стафануть могут. У тебя там всего один-два рейдера. Да. Один рейдер все был. Ну, все, погнали. Битва. Блэйдмастер уже не хочет лезть никуда, потому что Арба плюс 50 урона дает. Плюс 50. Там сколько... Ну, вместе со всем эффектом от яда. Плюшка залетела, и вот 50-53, кажется. Что-то... Или 48? Не помню. Короче, много, почти полсотни. Около полусотни. И сейчас, невзирая на прогноз, Лалай просто должен замочить Лина. Кадой съедает одного кота. И просто масса арчи. Алхимик четвертый, Lightning Shield сверху. Выстраивается. Начинает лечить. Как вы улетает. Надо свиток уже делать. Смотрите, Блэйдмастер. Был. Инвол. Лечение идет. Инвес Рейдер. Левел ап. Такой разнос. Если еще свиток прочитает. Да. 1-0 Лалай. Кипер все-таки силен. Очень силен. Линн Каверфул 3-0. Лавлиет уничтожил Линн Гуагу. Вот второй матч я не видел. Я видел Линн Каверфул 2-0. Да. Ну вот так вот через козла играют, понимаете. Но Лалай здесь сделал больше, чем стандартно сыграл через козла. Он, во-первых, убил Блэйда и дал великолепный бой во время следующей атаки на лимите 50, пока у него дело сыграет на Т3. Без, соответственно, штрафа по апкипу. На орковской базе, небольшой группой, ну то есть лимитом 50. Исключительно благодаря позиции. И исключительно благодаря позиции, грамотному лечению и вот. Найс Раса Близзы говорит. Дампер тэ-тэ. Ну, я уже говорил, что люди, занимающиеся патчами в Близзард, они, во-первых, у них текучек большая. Потому что, ну, по патчам. Потому что ты читаешь патч-ноут и видишь, что в одном патч-ноуте дается одно изменение и одно обоснование, а в следующем патче дается другое изменение с абсолютно другим обоснованием. То есть как будто реально приходят на полгодика там люди на баланс и потом уходят. А те, кто приходят, не читают и не пытаются понять то, что сделали до них. Но с козлом накосячил там один явный человек. Потом правили все за ним. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, вполне Лин может камбэчнуть. Это игрок такого уровня, такого статуса, что стратегия меняться не будет, но исполнение может поменяться сильно. Привет, XTGL. Здравствуй. Сикфол говорит, как письмо из Простоквашина. Ух ты. Я даже не понял шутку сразу. Бывает. Добрый вечер, запилил. Там у нас параллельный человек с чем. Последний новый трай. Я постараюсь по всем параметрам на основе того опыта бесценного, который получил в прошлых траях, сделать все лучше, чем раньше. Я хочу. Туэзи Фор Артизи цитирует ТГВ после 20 подряд игр в ладере на арчах с двух бараков. Я эльф и горжусь этим. Как же он их поносил. Короче, моноберно стоит искусственная задержка, но интересно, у него тоже есть лайтнинг-эффект, как у чайника и хилинг-уэйва. Ясно. То есть ты в этом в редакторе сейчас глянул. Может быть, просто его на этапе какой-то мега ранней беты, но я не помню, что бы был такой эффект, делали что-то, типа, тоже как чайника, что он действовал не на одну цель, а на несколько. Это вполне себе возможно. Может быть, даже в редакторе можно поставить разное количество целей. Супер Крэзи Фокус говорит, знаю, наконец-то еще в прошлый раз, ошибку я осознал, больше не буду, но вот на паузу про новый трай. Новый трай. Сейчас все заново будет перескать. Все заново именно так. Все бонусы, которые были заработаны, все деньги, которые это, все обмеляет. Не было дредноута, ничего не было. Сейчас все заново будет перескать. Да, понятно. Не было дредноута, ничего не было. Да. Ты говорила особо, что... Надо карточку убрать со стола, потому что я ее терроризирую. Так. И главное, вот мы сколько с матчей уже посмотрели в этом Орк Эльфа, ну ничего не поменялось. То есть меняется исполнение, меняются какие-то моменты в плане агрессии подстройки каких-то там, Крипджеков и так далее. Но с точки зрения страты, Эльф ничего не меняет, и Орки... Ну раньше было еще хуже, когда Орки пытались пробить экспант и не пытались свой догоняющий ставить. Там вообще шансов было мало, потому что отбиваться гораздо проще. Эльфу, чем потом затаскивать, ну в смысле атаковать. Ну из-за мунвеллов, из-за магазина, из-за деревьев, по совокупности факторов. Карта Острова Эх, это Лузер Пик. Лин выбрал эту карту по каким-то причинам. Может быть, потому что карта маленькая, и здесь проще найти строящееся дерево. Но Ла Лайт в прошлый раз, как вы помните, он не сильно рисковал, не делая раннюю базу во время Т2. Он ее начал делать тогда, когда был уже уверен, что он ее поставит. То есть у него были Сантриварды, у него уже было 4 Хантрески, 1 Арча, и только после этого он ставил базу. А ты знал, что педант на защиту от заклинаний не работает? Допустим, тебе надо добить героя чайником, педант этот не в КД, ты берешь, нажимаешь чайник в соседний вымин, то педант не срабатывает. Нет, не знал, что педант не поймает отражение заклинания. Ну, хотя он же директы только отражает. То есть он не отражает же Близзард, он не отражает этот Рыну Файер, любые заклинания другие. То есть если в тебя... Хотя чайник — это директ, такой, в первую цель, и дальше тоже четко в цель бьет. Наверное, это все тоже особенности механики Варика, которые заложены просто в движке. Михаил, кстати, никакой инфы в куларах не ходит, Стримфест не отменит. Ну, мы очень надеемся, что не отменит. И, соответственно, все у нас в силе. Мы делаем футболки, да, Женя? Делаем футболки. Кивают, Женя. Хорошие футболки делаем. Делаем каверы. Ковры тоже сделаем. Ковры не заказывали. Кажется, и Савелий еще делает, обновляет макет работы и гладь. То есть мерч мы делаем. Активности будут. Надеемся, что все получится. Ну, я слежу, конечно же, за обстановкой, за этой хреновой. Ну, как только появится информация, я вам сразу скажу, потому что Михаил Лисецкий по поводу переноса нам сказал даже за два дня до официального анонса. Так что, если что, вы будете в курсе. И очень хороший врыв. Очень хороший. И айтем-то точно? С чего он решил, что айтем взял? Айтем взял кипер. Алло. Початки зеленые он выбил. А кипер взял артефакт из... У него два девайса, он по-другому не мог получить. Странно, что так косячит по этой самой... Света Шаги, я тебе писал на фортерсной проходке на стрим, да и меня проигнорил. Да, я читал письмо, не знаю, как я... Ну, у меня нет их просто, и все. Поэтому не знаю, как реагировать. В следующий раз. Так, пион на разведке. Не знаю, что он там ищет. Может быть, он будет просто периодически выходить и искать дерево, строится или не строится. Блэйд, скорее всего, выбивать здесь будет. Да, покупает серклетку в маркетплейсе и пытается уйти от огра. Да, два огра заблочены. Работает только товарищ с Бладластом и стрелки, которые штрафуются в два раза по Блэдмастеру. Добивает, берет фиговый артефакт. Но, судя по тому, что он его сразу не скинул, он пойдет в цехе. Потому что два... Ну, это как бутылка маны даже лучше. По количеству как бутылка маны, и еще маноберн добавляет. Хорошо, Света Жар. Света Яр. Приходи, конечно. Криппинг идет от Ла Ла Это. Пион только что пришел, увидел, что дерево строится, увидел тайминг дерева. Но в такой ситуации, когда у тебя нет персоналки, ты ничего с этим сделать не можешь. И это жалко. Кипер на телепорте, прибегай отсюда. Ну, оболишь, оболишь, делай торг. Высасывает ману Блэдмастер, себе причем. О, хороший блок. Непонятно только зачем. Третий Блэд, такой жирный он, конечно. Ну, в смысле, такой опасный. Такой опасный. Но база ставится стандартно. Никто ей не помешает, уже понятно, что не помешает. И вопрос, что делать Орку дальше. С одной стороны, у него не зачищен еще Эксп, и Сахен нужно бежать, видимо, туда, чтобы и Экспу получить, и поляну освободить, чтобы базу можно было делать. Энтангл странный, но окей. Кристалл Болл тоже хорошая тема. Не будет он его продавать. Медленная, но бесплатная, безлимитная просветка. Раз в сражении можно и применить. Между, для того, чтобы тайминги какие-то проверить. Аж две совы повесил. И будет крепить шах. А, во, хороший момент. Сейчас можно шахту отменить просто. А это уже пара сотен золотых на данном этапе. Блэйд здесь может справиться с задачей Хараса и Экспанда. Алхимик получил второй. Вообще, эта точка такая... Здесь вы ровно получаете с первого до второй уровень. Это еще с бородатых времен, когда здесь играли, там, не знаю, против Хумана играешь, панду берешь. Забираешь нижнюю точку, второй уровень. То есть, такая гарантия своеобразная. Удобно запомнить. Ну, и она очень важная сама по себе точка. Потому что пограничная, потому что она непонятно, к кому относится, к чьей стороне относится она. С Х крипится, но крипит все подряд. То есть, он не с приоритетом идет ставить Эксп. И что-то мне кажется, что Лин может сыграть в этот раз, учитывая третьего Блэйда и третьего Саху, и отмененную, там, пару раз шахту. Лин может сыграть без базы даже. Эксп, конечно, тоже бодренько очень крипится. И Т-3 сразу. Да, 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 такого обычно не увидишь. Но в такой ситуации можно реально принять решение о том, чтобы не строить базу, а идти пушить. Нет, он ставит Эксп. Теоретически, это ошибка от Лина. Ну, логика какая, смотрите. Лалайт халявит, сейчас он тратит еще там 320, ну, в общем, значительную порцию ресурсов, там, 5 лимита, грубо говоря, на то, чтобы получить вскоре преимущество по технологиям. То есть сейчас у него меньше армии, чем обычно, и ему нужно только время. И наиболее агрессивный вариант для Лина — это не ставить базу, воспользоваться тем, что эльф не достроил армию, а пошел вот в такую технологичную тему, и попробовать запушить. А поставив базу, он фактически дает Лалайту то самое время, которое ему так необходимо, для того, чтобы получить все вот эти вот прелести Т3. Подмо, арбо и меткость. Ну, скорее всего... Хотя сейчас могут его подбрить все равно. Вот и даже так он его поджимает, представляете? А что бы было, если бы он базу не ставил? Еще плюс 6 лимита, плюс пара юнитов. Он мог его даже здесь подзастроить как-то. Да. Хороший получается подпуш. Вот Алина Т3 пошел. А Лину не особо нужен Т3. Минус барак. О-о-о-о! А вот это протектор грамотный. Как раз Орг занят под пушем. Ой-ой-ой, Инвул, Хекс, Криты. Да, на Мейн опасно телепортироваться. Там Патма делается на экспанде. Я не знаю, здесь Орг еще может много всего. Огр пришел. 850 хп, он там вытанковывать будет много. Может быть, даже не надо было по Огру переключаться. А надо было продолжать стрелять. Ну, с Берсерком они отобьются, конечно. Но как отбиваться здесь? Ну, я повторюсь. Представляете, что было бы, если бы Орг еще не тратил деньги на эксп? Он бы... О-о-о-о! Ой, красиво! Ну, это размен. Как отбиваться здесь Ла-Ла? Это мега нестандартная игра. У нее еще на руках 800 золота. Ему нужно бараки восстанавливать, мунвелла восстанавливать. Но Мейн он теряет, похоже. Хотя, если Мейн он теряет, то до свидания. Хотя нет, почему? Если он успеет заказать... Купить Арбу, если он успеет заказать меткость, то ему этот Мейн особо не нужен. То есть он его может перестроить. Не хочет отдавать Мейн. Мейн 60-74 урон. Капец. Он там сам показывает, как надо сражаться. У него урона больше, чем у Блэйдмастера. Ну, не ДПС, а именно урона с руки. Арчу подрезает. Но Мейн не спасти уже, кажется. Арба уже есть. Отлично. Два виспа всего на починке. Виспы идут чинить. Свиток лечения очень вовремя. И нельзя отставать. Ты чего? Надо сражаться за... Защищайте древо жизни. Виспы. Защитил. Офигеть, Лолайт. Как? Я его вообще недооценил. Офигеть. Сейчас он еще подрежет 3-4 юнитов. Тролля подрезает. Ооо. Ооо. Гранта подрезает. Четвертый СХ. И он еще при этом экспанд отменил ему. Господи, бедный Лин. Калорфулу унизил, а тут... Ай-яй-яй, есть ТАФ еще. Ну, у него там денег столько, что он и ТАФ купил, и Арбу, и все вообще купил. Контратака идет. Блэдмастер опасный. Пурч. Ааа, заливает, заливает. Из последних сил. Блэдмастер, конечно, убьет. Получает уровень. Классный финал. Вот когда появляется там дополнительная мотивация, когда финалисты, ну, вот это, там и психология есть, и денег много дополнительных, ребята начинают играть, особенно профессионалы, начинают играть заметно лучше, чем свои регулярные матчи. Заметно лучше. И это приводит к тому, что вместо стандартных игр, которые, кстати, мы видели на первой карте, ну, хотя там тоже Ла Лайт показал больше, чем обычно вообще топовые эльфы показывают. Ааа, мы можем наблюдать вот такие вот нестандартные игры. Сложно прогнозируемые. Там арчи умирают от Лайтнинг Щелда, недоконтраливает. Ну, ладно, тем не менее. Мне кажется, Миша опять за эльфы болит. Ну, конечно, ты видишь, что он творит вообще? На последних там хитах, на последних виспах отковыривается. 40 лимита, 40 лимита. Сейчас у Орка. Эльфа 50 не больше. Тоже 40. И саплай блок. У-у-у-у. Но он не может мейн отбить. Зачем ты манвеллы на мейн не строишь? Нет, тут Лин еще вполне может выиграть. Козла выкупают. Не знаю, что он цепляется за этот Т-3 Ну отстроись, у тебя там Какой Tiny Great Hall? У него что-то Т-3 уже что-ли есть? Я пропустил Т-3 у Орка, да? Это да, шел бы Мейн в лес Он не знал, сколько придет армии Не знал, будет ли он сражаться или нет А Мейн так, по крайней мере, подобывал еще минуту-полторы Это косарик как бы себя отбил, по крайней мере Да, там уже Ласт Там уже Блад Ласт Страшная армия Орка, но она все равно контрит с виспами И... Мануэлла достраивает Начал блейсинга нет Ой-ой, а как без виспов-то мы сражаемся? Ты чего? Инвулл... Ой, какой же там блейд-психа Минус Грунцер 40 лимита у Эльфа Тут вообще козел умирает Ну так-то Свиток Хекс Лечение Став Ох Очень Ой-ой-ой-ой Какой став хреновый Ааааа Это как бы... Где крит? Там выпал крит один 126, что ли, был там Так Ну игра, конечно, валидольная, нестандартная Ну, Эльфу надо ставить базу Причем ставить базу, скорее всего, справа У орка Хотя... Да, далековато бежать Ну там, если поставить еще там протектор Или просто магазин поставить там То нычек там зайдет очень хорошо Ну не у армии, не мобильные его могут разводить Алхимик четвертый 50 Да, сейчас протектор минус нут Ну базу надо восстанавливать в любом случае Нет, есть на самом деле вариант Два кольца регенерации, там алхимика Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Здоровье растет На глазах Да, и пошел Tiny Great Hall Ну, выбор какой Сейчас Эльф видит, что идет база Зачем-то Bloodlust Сейчас он еще шамана может потерять Смотрите Все, минус шаман Минус шаман А, нет, он еле-еле выжил там на последних хитах Блэйдмастера пытаются убить У него есть Тинвул Виспов надо с собой брать Виспов, если возьмет с собой эльф Он может своим лимитом развалить то, что есть у орка Он берет с собой виспов Уууу, сейчас будет такая битва на экспанде у орка Восстанавливает свою базу эльф Там не показывает, но она есть И... ух ты Ушел бы протектором в лес Нагибатор вообще такой У него... у него свои тактики Есть один у нас Только свиток лечения Очень много зависит от виспов Очень Так что самое главное здесь Это что? Правильно, контроль Диспел, диспел Диспел Блэйдмастера начинает сразу убить Диспел Ооо, хороший диспел делает Ооо, сразу минус весь Bloodlast Часть ману У-у-у Так Сэха делает Hill Scroll Пытается догнать Еще нужны виспы Еще нужны виспы Блин, какой злой Ой, тут позицию можно занять А, там, правда, Lightning Shield Не факт, что можно будет Плохая позиция Ла-ла, это ночи нет Алхимик пытается, там Бладласт на этом На Блэдмастере Пытается его подфокусить Гранты, подластом, виспов нет Свиток нужно читать уже сейчас Ай, свиток поздно Пытается в этот узкий проход забежать Какие гранты злые С Бладластом, 25, скорость атаки 40% скорости перемещения Они лезут за арчами Кекс, перебивание и лечение Блэд начинает бить Став передает, пытается уйти Телепорта нет, арчи кричат Нет, увы Алхимик возвращается Без всего Зачем ты вернулся, ГГ 1-1 Да Игра мега нестандартная, хорошая, красивая Ну и линчанский Найтман говорит, приветствую Вчера, конечно, Лавлиет показал мега крутую игру против Фоги Ну там Фоги, на мой взгляд Кто не смотрел, настоятель не рекомендует Да какая там, где там крутая игра против Фоги Это Фоги опять Топовый камбэк от Алхимика, да, ворвался Никто не ожидал от него такого врыва Персональный телепорт, такая надежда, что прибежит Алхимик Может быть у него даже будет телепорт, что он спасет остатки армии Там все равно поражение, конечно А можно было на муве через базу вниз пройти, заснайпить пару-тройку рабов, чтобы не файтиться, экономику подкосить Но у него все равно телепорта не было Он не убегал ни как оторг вообще Все равно не хватило виспов ему, в общем Но в второй карте он переиграл его тактически Я считаю, казалось бы, все, а нет Ну вот казалось бы, надо разведку делать, а нет Ла Лайт решил схалявить, рискнуть А Фоги не проверил Десять минут не проверял Эксп там и остался строиться, конечно Даже когда игроки вливают, здания достраиваются У эльфа восстанавливалась база Но там все равно продолжения практически не было у эльфа То есть да, было полезнее бы взять телепорт Но у него, видимо, денег было впритык И возможно не стоило всех виспов диспелить То есть диспелить только переднюю линию Не рваться к шаманам, если у тебя ограниченное количество Просто для того, чтобы, когда следующая атака пойдет Ты смог бы там виспом снять Бладласт с передней линии Костя с андроида Беляк пишет В Варкрафт Фум, чем Андерпал Ниц Инопланетные союзники вновь отстояли землю Какое у нас там первое, последнее победное трае идет параллельно Ты не пропускай, пожалуйста Мы отвлеклись исключительно для того, чтобы посмотреть финал Смайлкапа третьего Ла Лайт 34 Кстати, статистика чуть-чуть, но не сильно выше, чем у Рейс Рейнкинг First and First Они оба топ-1 представители своей расы Лин лучший орк мира Ла Лайт лучший эльф Обогнал все-таки он Мунчанского Да там вроде обычно никто не разведывает Так в том-то и дело, что надо разведывать там, где меньше всего ожидают В этом и смысл Как бы Ла Лайт же не будет ставить вместе в центре карты где-нибудь химерницы Или под базу эльфа, чтобы было попроще разведывать Надо знать такие точки, которые пользуются популярностью Я все равно недоволен Бо он действовал недостаточно решительно, чтобы спровоцировать человека показать химер раньше Ну, атаковать его, например, раньше И не доделал разведку нормально Мика, привет Ну что, на Тейре как мы базу будем делать за эльфов? С большим треском, трудом, я думаю Потому что точки сильные и легко проверяются У тебя по факту есть только два места, где ты можешь поставить базу И оба эти места Одно вообще центральная точка До которой противник убежать почти так же на таких респах, как тебе А вторая далеко от тебя И там сильные нейтралы Аспирант дарит подписку Спасибо большое, аспирант Костязу Костяз Финал должен быть Бо-5 Потому что плей-офф Это стандартная корейская сейчас система проведения турниров Что они берут, как правило, 16 человек Так или иначе, кого-то по приглашениям, кого-то через квалификации, финальную часть Разбивают участников на 4 группы По 4 человека В каждой группе они играют систему вот эту вот модернизированную китайскую Ну, имеется в виду, что не каждый с каждым, а там внутри сетка, или корейская она называется Внутри сетка Double Elimination И два человека выходят в плей-офф, где они, ну, там матчи в группах играются Бо-3, в плей-оффе играются Бо-5 То есть по такой системе проходит Голд По такой системе проходит масса Там вот Тедовский турнир, Смайл Капы Всякие Турнамент Лиг Вот это вот все турниры То есть она реально очень хороша Довольно точно определяет победителя Есть минус только в Single Elimination в конце Потому что, учитывая, что у игроков 8, ты можешь в целом попасть в первом же туре на человека, который фаворит И ты не дойдешь до топ-2 Ты останешься занимать 5-8 место В отличие от Double Elimination, где при встрече двух фаворитов на ранней стадии У товарища, проигравшего на старте, все равно есть шанс дойти до суперфинала и даже посражаться за первое место Ну, Double Elimination, я помню, на турнирах мы пытались продвигать по возможности Как раз для того, чтобы уменьшить рандом Потому что посев грамотный не всегда был А встречаться с фаворитом в первом туре, конечно, не очень приятно Тем более раньше на турнирах на каких-нибудь клубных А особо не заморачивались вообще с форматами, с правилами, с посевами О-о-о-о-о-о-о-о-о-о Ну, у меня нет слов просто. Во-первых, я не знал, что у этого кемпа очень большой агрорейндж. То есть я не понял, почему. То есть это недоработка явная. Есть два типа, соответственно, агрорейнджа. У нейтралов, которые защищают шахты, и у всех остальных. Причем изначально не было двух вариантов. Раньше можно было ставить дерево как угодно вплотную к шахтам. Это потом в патче поправили. Но то, что вот эта черепаха, оказывается, которая не охраняет шахту, обладает этим... ну, этот кемп обладает нестандартным, так скажем, агрорейнджем, я не знал. И Лалай тоже не знал. Но идея очень хорошая, потому что такой протектор тебе очень сложно спалить. А он уже как бы под боком, прям рядом с твоей базой. То есть он выгрызает еще пару деревьев и уже начинает стрелять там. По магазину и по всему. Идея очень хорошая. Но опять Близзы виноваты. Вот 100% какой-нибудь мапмейкер забыл поменять или поменял неправильно на этой карте агрорейндж. И он, наверное, уже не работает, все. Уже ничего не это самое. Т3 с одной базы, без... без экспа. Причем карту-то выбрала Лайт, и он как бы изначально хотел так играть. Он хотел подпушить, но при этом... Не верно. Нюк... Наг... Дюк... Ки... Нюк... Дюк... Ки... Не знаю, как прочитать. Да правильно, говорит Близзард. Сделай, чтобы имба-раса всех не убивала своими имба-штучками. Да они делают это неосознанно. Я имею в виду, не убивают, убивают осознанно. А вот эти вот изменения. Многие изменения — это результат недосмотра ошибок и так далее. Нюк Дюк Лер. Угу. Красная точка. Посмотрим, что выпадет. Хороший плащик. Второй барак. Базу не ставит. Может, он поставит базу справа. Очень аркадно. А, чихнул! Извините, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Что ж. Пытается вернуть сейчас Лин Ла-Ла это на базу. И вот хороший момент. Очень хороший момент. Возвращает, не дает красную забрать сверху. Придется тратить телепорт. Поздно висповый вывел. Поздно. И своим ходом еще убежал отсюда, понимаете? Барак вынужден. Нет, что-то Ла-Ла в этой игре у него... В этой игре у него ситуация гораздо хуже, потому что по экономике он не выигрывает. По инициативе сейчас у него уже нет. Нет денег у него на Орбо-Веном, к сожалению. Светокличение. Блэд очень хорошо заряжен. У него предметы превосходные. Он пошел еще... Просветка. Ой, не сработала просветка! И взял еще бутылку. Красиво. Ну, даже если он сейчас его и изнет, все равно он будет в плюс. Но тут не угадаешь с просветкой. Вроде надо было... Ну, он должен был светить чуть позже. Чуть позже. Ошибка Ла-Ла это. И сейчас у Лина все вообще... Чистенький лимит 50. Закрипал он красную точку. СХ у него третий. Ставит базу на 50. Причем он, скорее всего, знает, что там зачищено все. Выбивает в центральный... Еще с черепашек артефакт. То есть у него ситуация... Короче, это 2-1 вообще без шансов. Тут эльфу выиграть я... Ну, должно что-то экстраординарное случиться, чтобы эльфы... Большая мана. Ну, вообще, до свидания. Ну, 100 котов к одному, что выиграет просто Лин. Просто в Салатерс. Не смотри, что наступает. Это тактическое отступление. Шансов никаких. Я не помню, плащик работает из-за невиза? Нет. Не работает. Сейчас еще захватят одну красную. Зачем ты Блэйда подставляешь, слышишь? Сова летает. Полечился. Уэйв. Там та же самая логика, что и с Lightning Shield'ом, что у тебя прячется юнит, и... И, соответственно, урон не наносит. А вот хороший вопрос. Если юнит был просвечен, на нем висит Lightning Shield, он будет дамажить человека, который его просветил? А зачем ты так далеко поставил нычку? Что это такое? Вы видели, как далеко база построил Лин? Ему надо будет 7 рабов туда для того, чтобы добывать 100% золота. Ой, я такие экспанды не видел много лет. Вообще невероятно. Вы видели дистанцию до шахты? Сейчас покажет. Сейчас покажет. Смотрите, там плюс 2 клетки от него. Каждая клетка плюс рабочие. Вон там дистанция. Там не 2 даже, там 3 клетки. Ой, а почему так далеко нычку воткнул? О, даже протектор, видите, подконтролил. Такая база. Что? Почему? Я не пойму. И главное, никто не обращает на это внимания. Ладно, окей. Да, Т3, Т3, не важно уже у эльфа. Тут просто 4-4, и до свидания. Ну, погнали, смотрим. Я говорил, что Линва играет. Теперь смотрите. Свиток хороший. Ой, как рейдеры умирают от орб. Там сыхать 4-й, что вы хотите. Маны до хрена. Блэйд горит. Лечение, прикоп. У него большая бутылка, которую он стырил. Ну, это прозвал. Став на последних хитах. Коты плачут, умирают. Ну, два орба, конечно, это дикий дамаг. А Блэйд сейчас умрет. Пурдж. Передал, если портелся. Лин, что ты делаешь? Я же говорю, что Блэйд умрет. Козла моя, ломай. Ломает козла, и сейчас верно умрет. Блин, что такое? Ну, я говорил, что если что-то экстраординарное не произойдет. Ну, он взял, отдал Блэйда. СХ почти пятый. Да все равно Лин выиграет. Скриньте. Сейчас пятый СХ, до свидания. Покажите количество рабочих, которые пытаются исправить сложившуюся ситуацию. Вот кто проектировал это? Они сейчас там ходят с мешками золота. И пытаются, пытаются работать в таких условиях. Вот оно. Look at the distance, блин. Ты проснулся. Такой комментатор только сейчас увидел расстояние. Oh my god, look at the distance. Четыре раза сам смотрел в это место. Да, это Лин, ребята. Лин, Лин. Невероятно. Ну, видимо, там кликнул. Решает проблему безработицы. Да. Ну, у орка с базы какая-никакая стоит. Ходит с мешками золота, проклинает начальство. Там протектор был. И чего? И чего? Типа протектор бы отменил строящийся, и у него не было времени для того, чтобы его отменить в этот момент. Но он за это сейчас очень сильно платит. Сэха пятый с маной. Гранты. Вот без Блэдмастера зря, наверное, мы сражаемся. Покажи, Сэху, Сэху же, ну! Блин, кто-то на опсе сидит. Сейчас Сэха может умереть. Там есть же прикопка. А, есть порч. Протоковать бы Арчу. Прикапывают. Коронавирус с дистанциями между рабами увеличена. О, наконец-то Блэд вернулся. Ё-моё. И вот так ворвался, как царь. Козёл сразу же ушёл. Но арба эльфийская, она вообще меняет игру. Такой урон. Наверное, сейчас разведают экспант слева, потому что это единственное, что должно беспокоить особо сейчас линам. Это вот есть экспо или нет экспо. Но когда он увидит, что нет, он пойдёт, наверное, проверять левый нижний угол кем-нибудь. Ну, я бы так сделал. Проверил правый верхний, но сейчас левый нижний нужно проверить ещё. Потому что там самое логичное место. И пошёл проверять, смотрите, слева. Нет, он добывает лес. Забывает лес, не проверяет. Чарба улучшила андэдов и уудов. Но на маленьких лимитах, безусловно, эльфийская. На больших, безусловно, андэдовская. Как бы если мы говорим о фокусе и лимите там 50+, то андэдовская арба лучше. Если мы говорим о том, что там сражаются 6 юнитов, то эльфийская. Да, разведка... Ну, он провёл разведку основной армии своей. Эльф крепится с миллионом арчей. Тандэдовская, грубо говоря, добавляет в вашей армии в случае фокуса, ну, в реальности, наверное, процентов 15 урона. 15-20 процентов урона. Альфийская арба наносит полтинник, если вы стреляете по юниту, дополнительного урона. То есть там типа 48 плюс 5 еще урона от самой арбы. 53. Но если вы стреляете по разным юнитам. Ну, уже можно сопоставлять так приблизительно, что... А что лучше? В какой ситуации? Инвул Козёл потратил... Зря потратил... Не понял. А, сейчас поражал Инвул. Мисклик бывает. Волнуются игроки, волнуются. Да, ему имеет смысл разводить. Но эльф... А, подождите. А чей вард по центру стоит? Арковский, очевидно. Ну, гранты, особенно если там пилотш есть. Сейчас рабочие страдают. Но тут вообще эльфийская база страдает. И менять экспант на мейн, оно как бы, ну, логично, невыгодно. Лин еще ставит базу сверху, то есть он готов в бейстрейд идти вообще. То. Под матом отстреливает. Реально у нее телепорты, что ли, нет? Делает разведку, видит в правом верхнем углу орковскую базу. Не телепорт у Ла-Ла. Ну, это Лолита, конечно, зря так. Не, ну это забейте, это просто... Просто элиминейт. Он что-то уже строит наверху. Он отдает мейн. Есть ли пилотш у орка? Вот, интересно. Ну, тыкни на орков, я сам посмотрю. Да, есть пилотш. Красава. Он столько денег получил на этой базе эльфийской. У-у-у. Да нет, еще справа. Не, опс, опс какой-то вообще вялый. Опс плохо соображает, что происходит. Ну и все. Можно в бейстрейд идти. Можно... А, даже сражаться хочет. Погнали. Нет, агрессивно можно наверх прыгнуть. Блэйд врывается. Тут армии нет нормальной. Хек сразу, давай. Куда ты будешь телепортироваться? На, на. На, минус. Кипер. Блэйд с этим, с инволом нормальным. Это 2-1. Лайтнинг щилд. И ультаж цехии. Смотрите. У-у-у. Ультимейт цехии. Ничего не сделать. И никем не перебить. У тебя ничего нет, чтобы перебить. Только фокус, но лечение. Но пока пытались их убить. Все уже ворвались в арчей. Там такой блэйдмастер, блин. 200 криты. Иллюзии пошли. Еще танкуют, еще сбивают. И кота ловят. Главного полосатого. Убивают. Лечение. Крит на 200 снова. Минус. Кот. ГГ. 2-1. Линнг. Не, ну Линнг, конечно, молодец. Но карта... Вообще странная стратегия от Лайт. Он реально думал... Ну и правда... Правда почти получилось у него. Что выйти с одной базы в Т3. Затаряться арвами. Можно с орком сражаться на равных. Если бы... Не классные артефакты. Не разводы Линчанского. То, возможно, одно-два удачных сражения у эльфа. И все. Игра бы закончилась его пользой. Тебе не кажется, что эльфа слишком халявит, играя вторую карту в маст Т1 юнитов? А берсеркеры и хэдхантеры это Т1 юниты или нет? А грантам, когда делают улучшения на Т2, они осваиваются с Т1 юнитами? А кто сильнее? Т2 юнит рейдер или Т1 уровень кот? Или Т1 юнит арча? Нет, давай лучше по-другому. Т3 уровень химера юнит. Или Т2 юнит Виверн. Давай, есть о чем подумать. Арчи Т1 от арчи Т3 отличаются очень сильно. Из-за меткости. А может, хватит эльфа защищать эльф? А что их защищать? Сейчас вы увидите, что линчанский его штампанет, скорее всего, 3-1. Что сильнее, Фыва или Т3 юнит? Рема не брит и без рубашки похож на дядю Сашу с завода. Ну, язык его выдает. Арчина гиппогрифов — это Т3? Нет, это Т2, естественно. Ну что ж. На этой карте, конечно, экспант гораздо более вероятен. Удобная карта побольше. Нейтралы на экспанде гораздо проще. Там гнолу прикопать можно пятого. И убить его почти без проблем. Ну, вообще, приятнее смотреть, конечно, как орк выкручивается и против козла с массой играет. Потому что ему приходится делать больше подстроек, чем эльфу. Да, и тут козел, Блэдмайстер, все стандартно. Девиащен. Отклонение, изменение. Интересный висп такой. И висп повесился где-то в районе магазина. Видимо, там ему важен тайминг, может быть, даже не криппинга, а закупки Блэйдом. Когда он побежит. Ну и, соответственно, когда побежит в сторону эльфа. То есть на магазине ты его ловишь и понимаешь, что когда он будет у тебя. Кольцо защиты. Передаст по наследству, конечно, алхимику. Тролль у нас умирает. Пионы не дали шанса киркой помахать, потому что в сеточку кинули. Висп повесился. Да-да-да, это старые варкептерские шутки. Да, только надо артефакты брать. Пф, вот козел медленный. Вообще, стоит рукой, машет рогатый. Ничего не происходит. От него дамага нет, это менты пыхтят. А он даже не удосужился пойти артефакт взять. Вообще, такой безмятежный. Красиво. Он его не видел. Оооо. Чувствуете сейчас? Сейчас мы фанаты орков и хейта, хейта, в смысле эльфа, эльфа филы, назовем их так, будут торжествовать, потому что Линн вышел на тропу войны. И сейчас по некоторым действиям, по мелким действиям, видно, что он просто заряженный. Минус арча. Стырил артефакт. Появляется этот блеск в глазах у Блэйдмастера. Блэйдмастер идет на перехват. Закупает персоналку. Но базы там нет, как вы видите, эльфа. Гранты ходят вокруг и ищут строящиеся протекторы. Это даже стандартная вещь, уже такие пуганные. Эльф, столько возможностей, так уже надрессировали просто арков, что они проверяют вообще вокруг. Вокруг базы бегают, нычки чекают. Да, и слева проверил, и справа, там все точки проверяет. Бедный орк. Крабика забрали. Тут даже артефакт не выпадает, просто книжка. Кипер нарезает круги, продолжают гранты вокруг тоже бегать. Если висп на елке, они занимают больше места, чем просто елка или висп. Такие вообще сложные вопросы. Я точно не знаю, но должны столько же занимать, по идее. То есть, как ты определишь занимаемое место? Можно ли построить рядом что-то впритык? Разницы нет, висит висп на елке или нет. Ну, любопытно. Варкрафт, конечно, заставляет... Когда начинаешь пытаться разобраться в игре, то у тебя возникает большое количество вопросов по механике. А некоторые люди устроены так, что нужно обязательно разобраться, до конца разобраться. ответить на эти вопросы, потому что, ну, как же ты будешь... У тебя же система какая-то есть в голове. Как ты будешь жить без... С неопределенностью. Строится база, но вот Блэйд провтыкал. Блэйд провтыкал. Вроде персоналка у него есть, но она, скорее, в лучшем случае ему поможет избежать какого-то там, не знаю, окружения. Иначе будет комплекс незавершенного действия. Такое есть. Окей. Саха выскакивает, кипер тоже крепится. Но пока как-то ровненько, и даже, я бы сказал, в пользу эльфа. Незахарашенная база, это уже минус для орка. И он еще крепится так агрессивно. Собирает магаз. Ллойдмастер увидит, что там экспант, но уже слишком поздно, чтобы с ним что-то сделать, особенно в Соленово. Он достраивается. Здесь можно крипджекнуть. Пытался поймать Саху. О, Саха очень вовремя ушел. Прикапывает Грунсера. Нужно думать, тратить, не тратить. О, Саха добил. Красиво. Последним выстрелом. Но тут подставляется Грант. Блейд, конечно, не сможет только выиграть против дерева. Еще одного Гранта подрекапывает. Но лезть на Бороу, я думаю, что не стоит, учитывая то, что день. Ну, слишком много здоровья ты здесь можешь потратить, просто в атаке. Зачем? Сереги, говорит. Микер, давай после такого красивого варика в Уфа. Икском будет. Он уже на низком старте. Мы стартанули первый и последний трай сегодня в Икскоме. Так что мы вернемся прямиком в миссию после финала по Варкрафту. Как, собственно, и было проанонсировано. Но спасибо тебе большое за... за поддержку, за желание. Фуфашечки много, если что. На Ютубе можно записи посмотреть. Вообще безмятежно как-то Ла-Лайт. Веспов не диспелит. Что это такое? А что после первого и последнего трая будет? Не могу сказать, не знаю. Готика, Герой, Командос. Вариантов очень много. Киберпанк. Блэйд первого уровня всего лишь. Герой компании упорят. Да, да. Сабнафтик вторая точно. Пошла. Пошла. Пошла база. Ой, виспы тут подставляются. Он не диспелит виспов. Я не знаю, чего. Он как-то... PUBG может. Хорошая игра, недавно вышла. Интересные команды. Я не знаю, с кем поиграть. Я вообще в командные игры, как вы понимаете, не очень уважаю. Дисайплс, я отменил челлендж. Слишком много вы ждете. Хорошего от меня. Я же не играл в Дисайплс раньше. Так, ну, надо все равно... А-а-а-а-а, урк уже здесь. Завтыкался в спаме. Арча подставляет справа. Столько вардов здесь. Арча. Такие там варды. Пять штук. Там такой дамаг дикий. Заходят. И врыв на Арчей. Минус еще одна Арча, минус еще одна Арча. Лин с точки зрения позиции играет вообще идеально. Пошли иллюзии, психологическая атака. Слишком много алхимиков. Соответственно, может дамаг впитывать. И Лин решает отступить. Тактическое отступление. Любопытно, там Лолайт засунул Висп... Да, похоже, засунул Виспов все-таки. Вписывается за Гранта одного, но может потерять еще одного. Не доконтраливает Лин Гранта своего. Спас все-таки. Я думал, там какой-то сплэш. А, Т3 уже у Лолайта. У-у-у-у. Еще минус-код. Причем вроде как отступает, и при этом еще огрызается так, что периодически отгрызает какого-нибудь юнита. Который увлекся атакой. Ну, Лолайту здесь только, может быть, лавку отменить, и все, больше делать нечего. У него тут и армии особо нет. Вообще-то. Немножко взорвался он. Да, да, минус Арча, минус Хантреска. Хантреска ушла. Красиво. Контроль очень хороший. Свиток лечения от Лином. Как он Арчу съел. Не гнушается сжирать все, что рядом, потому что лучше... Все лучше, чем голод. Там Лайтнинг Щилл сейчас будет. Ой, и вторую тоже увидел, где она находится. Лин просто топчик. Такая игра классная. От Лина, от Лина. Эльф там бегает, отдается просто. А Лин, конечно... Лин, конечно, тактически очень хорошо сейчас действовал. Атака от начала до конца. Вот это вот... Осада, отступление. И всегда, когда появлялась возможность... Ну, контратака потом. Он действовал четко, исходя из ситуации. Вот сейчас сложновато, потому что Арба появляется, уже... Уже больно. СХ приходит, Лечение кидается. Х4 уже. Ну, очень много Арчей. Минус второй Кот. Бьют Блейдмастера. Еще Арча минус. Блейд еле-еле тут. Котой уже переварил Арчу. Одну и хочет добавки. Арба. Здесь Т2. Но 62 лимита зато. Инвол нужен. Инвол купил. Виверна. Только моргнула, все, минус Виверна. Куда, 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 куда? Шаманы криво стоят. Блейд нарезает. Козел телепортируется. Можно Патмо отжать был. А, нет, опасно. Не, можно было, можно было, можно было. Не знаю, почему он перестал ее атаковать. Странно. Да, и нужно красную же собирать. Почему он ее... А, он ее выманивать будет. Окей. Второй играет на защиту. Пробивает Огры этого. Получает ауру. Туриновская, да, да, да. Там, хотя бы ради скорости ее. А что у нас по... По пиладжу. Делать пиладж. Да. Привет, неймлесс 1, 2, 3. Безымянный 1, 2, 3. Бляк. Так, добро пожаловать на ГГ. Ну чего, тут пытаемся... А, у Эльфа нет... Нет нычки... Нет этого? Это ж... Это ж просто минус базы, и все. Веспам некуда там будет подходить. Телепорт прожимаю уже. Ай, Кодоя... А, ну того стоило, безусловно, конечно. Это... Прррр... Великолепный размен. То есть такая сбитая нычка, на вскидку 2 косаря. Просто 2 косаря золотом. Сама нычка, время пока не добывала. Почему мы, правда, от талонов отказались? Ну и мы подрезали фейри фаер на единичку. Оркам дали, соответственно, бетон на Т2, харасит сложным. Что еще там было такого хорошего? Нет, что-то было хорошее еще. Что-то, что-то прям хорошее. Что... Кроме бетона. Ну, талонов сейчас периодически еще играют. Тот же самый Ла Лайт может удивить, попытаться сыграть талонов. Что еще? Что еще? Там по талонам был какой фикс. Интересный. Циклон. А, у них в целом же... Их делали дороже, потом делали дешевле. Ну, там 10 золота туда, 10 золота сюда. Сейчас вроде они... Их понимали сильно, но потом упустили. Да-да-да-да. Но вроде как... Кроме этого ничего. Злые змеи. Да они и тогда были злые. Они и тогда были злые, но сейчас согласен, что играть сложнее против талона, в том числе потому, что орки сейчас чаще начали играть через Сыху, вторым героем, и уже приноровились играть через Мейки. Двух юнитов подрезает. Да, Лин пытается разводить, бетон есть. Имеет ли смысл хотя бы пару талонов дать в армии, мировыми с ферриком, против шаманов? Ну, я предлагал Фогичу, он потестил, ну, сказал, что не работает. Я был за. Заставляет эльфа телепортироваться. О, хорошее сражение можно нет провести здесь. И Змейки. 59 лимита. Там половина базы у эльфа нет. Кстати. И это можно повторять. Особенно хорошо, знаете, что у вас есть как будто бы первый Таурен с Аурой. То есть уже мобильность повыше. Феррики почему не добавят так или иначе у орка кастера? Ну, видимо, время, время. Самое критичное это время. Я-то эту идею продвигал как мог. Но сейчас эльфу вот конкретно в этом случае не добавят, потому что у него всего одна база и уже есть тапкип. Это, ну, ему выгоднее свиток купить какой-нибудь. Пытается биться орк. Такой там урон залетает. У-у-у-у. Тут прям не стоит не стоит только сражаться. А у него есть выбор вообще? Конечно. Хотя фонтан, фонтан, фонтан. Лайтинг щилд. Минус один грант, минус два гранта. фокус очень хороший от орка. Свиток лечения. У Сыхи уже маны нет. Инвул, блейд. Левел ап, пятый Сыха. Стапуют. И у нас еще грант. Сейчас грант. Этого можно блейда потерять. Очень близко. И там, это, там сова была. Да, там сова была. Козла пытается убить. Сколько у него? А там телепорт есть у Патмэй. Инвул. О-о-о-о. И при этом еще две арчи забирают. Какой же Линпсих в такой ситуации, что вырулил. Просто. Ну, орк фонтан, это классика жанра. Как бы, сражаться не стоит. Но Лалай так прекрасно сражение провел. Просто фокус постоянный, там виспы вовремя против лайтнинг щелда. Фокус фаер хороший по... Ну, херокилл хороший вовремя. Это очень высокий уровень, конечно. Да, у эльфа там армии не осталось. 60 лимита у эльфа, ой, в смысле, у Лина. У эльфа под 50 подстройка, где-то 40 с небольшим хвостом, я бы сказал. Вот, там база достроилась у эльфа, и скоро будет добывать. Осталось меньше минуты до старта добычи, а орк ничего с этим делать не может, потому что у него Блэйдмайстер пока отдыхает. Инвул. Зелфараг, я думаю, что Лалайта у Хэппича больше шансов выиграть, конечно, чем Лина. Если на пинге, то совсем плохо. То есть, я думаю, что Лин в бо 5 все-таки Хэппича с вероятностью процентов 60 убивать будет. А вот Лалайта, он будет штамповать, наверное, в 80% случаев. Ну, это все такое предположение. Хотелось бы посмотреть на реальность. Блэйд выходит, там сова смотрят, тут же телепортируется эльф, чтобы не дать на халяву разрушить базу. что будет сражаться, Лин. Ему нужно. У него лимит, у него Блэйдмайстер готов. Такая армия, конечно, грозный орк. Влетает. Сразу в козла врезаются все. У него есть инвол, передает. Ой, какой хороший мир ремейдж. Инвол надо передавать, Блэйду. И лечить его. 50 лимит у эльфа. Капец, как же он умудряется. Ну, это 2-2 арбы. Надо еще инвол покупать здесь в соседнем магазине. И опять возвращаться Лину нужно для того, чтобы... Ну, потому что, если экспант заработает на полный, уже... Да, взял инвол. Сколько арчей? Три грейда на атаку. Там урон и плюс 5 под 38... Под 40 урон там у арчей. У одной арчи под 40 урон. О, Лин. Сумно, может быть, он отбил эту игру, когда он не реатткал экспантсию после того, после этого фонтан-флата. Что? Что он несет? Там пустой был... Не было первого героя, был полупустой второй герой. Он говорил, что Лин отдает игру, потому что не проатаковал после... экспант после того, как битва закончилась на фонтане. Там СХ без маны, Блэйда нет. Одна армия, давай пойдем отдадимся на героях. Блэйдмайстер рывается и говорит, что сейчас throw away игру отдает. Типа сейчас посмотрим, кто кого отдает. Погнали. Блэйд врезается, как нож просто в масло в арчей. Минус 3 арчи. Цветок лечения очень грамотный. Инволу врубают мега грамотно. Кипера снова тыкают. Лечение третье срабатывает. Кореет на 108. Ну и что? И кто кого? Throw away. Минус кипер. Сейчас еще одно лечение. Третье влетит в этого. А, нет, маны. Сейчас может умереть Блэйд. Телепорт. Молодец. На самом деле, у эльфа опять арчи осталось. Ай, двое интенсивно. Три арчи осталось. Ну и что? И кто там throw game away? Ох уж эти эксперты. Они повсюду. Они меня окружают. Они меня преследуют, можно сказать. Они везде. Почти пятый Блэйд, почти шестой СХ. На киперовое купили. Хватило у Ла Ла, это денег. 32 лимита. Все равно инвул нужен. Болеем за орку, чтобы спасти планету. Да нет, болеем за орку, потому что он по ретрейнинг. А, это типа хек, нам не нужны варды. А, что это было? Что это было? Дерево перекопалось. Грунт умер от яда. Да, мне кажется, там была либо оситка, на нем алхимиковская, он не умирает от яда, естественно. СХ подставляется, лечением откидывается. Орчи бегут просто сквозь все. Хорошие виспы могут быть. Красиво, конечно, глаза разбегаются. Блейд пятый. Кадо съел Орчу, но выжил. Козел подставляется. СХ подставился. Пурч. Козла спасают. На последних. Можно выстрелить. Красиво. Шестой СХ. Блин, псих, конечно. Квах. Патму начинают мочить. Окружил, окружил. Все, к Патма не выскочит. Вопрос к стафу. И лечение здесь третье. Давай, нападай. Минус Патма. И Алхимик остается последним героем. Лолайт машина ГГ пишет. Ой, в смысле, Лин машина Лолайт пишет ГГ. 3-1. 3-1. Линчанский, несмотря на поражение на первой карте, все равно смог очень хорошо в разных ситуациях показать, что он не зря является сильнейшим Орком мира. 3-1. Красава. Colorful 3-0. Лолайт 3-1. Все, друзья. На этом смайл у нас кап заканчивается. Мы переключаемся на X-Chom.